Всем привет, с вами Данил Ковальчук, и это четвертый выпуск подкаста Рестлинг Пати. И со мной сегодня в гостях мой собрат по букве Р, Илья Князев. Да, да! Ну и как обычно, мы сегодня обсудим Ро, Смакдаун, и может несколько новостей затронем, посмотрим, сколько у нас это все займет. И вот первый такой пункт по Ро, ну точнее, этого не было прям на последнем Ро, это было до этого, но все-таки хочется у тебя узнать, как тебе вообще то, что Строман стал Хиллом, и теперь он заодно Зиглером и Макентайром? Говно какое-то вообще, честно говоря. Ну вот, я последний выпуск Ро, я комментарии Руслана еще в свое время давал, вот когда это все выходило, потому что вот Торо, когда он Хилл Тернулся, я смотрел в прямом эфире, и потом утром выкладывал результаты, что для меня вообще не свойственно, я, наверное, последний раз на влог результаты заливал вот сразу после шоу, где-то, может, год или полтора назад, просто так получилось, что я застал в прямом эфире это шоу. И вообще было интересно смотреть, было несколько интересных событий, что Ро не свойственно. И в начале выпуска, и там и в середине, и в конце, там где-то 3-4 события, было интересно. Но вот если анализировать это с той точки зрения, что, может, это интересно, да, но вот так это все идет в какую-то вот парашу, путь в никуда. И то, что сделали со Строманом, это какой-то бред, тем более, что на него хорошая поддержка, это вот просто взять и все проебать, тем более, что это вот просто неуместный момент делать из него Хилл. Он хороший Хилл, он может быть хорошим Хиллом и хорошим Фейсом. Но я думаю, что вот подобный букинг, просто ради того, чтобы создать команду, который сможет противостоять щиту, это очень плохой путь, и которым они могут просто взять и испортить всего Стромана. Это неподходящий совершенно момент для этого. Да, я в принципе с тобой согласен. Все-таки Стромана, мне кажется, нужно было не то, чтобы таким прям Фейсом оставлять, но вот он, его и нельзя, наверное, назвать было ни Фейсом, ни Хиллом. Он такой был, можно сказать, за себя. Уничтожает и тех, и других, если нужно. Так что прям Хилл Терн, такой Стромана, это, наверное, все-таки минус, я так думаю. Наверное, было бы правильно, если бы они, знаешь, как сделали, нейтрально выставляли что щит, что Стромана с Макентайром и Зиглером. Если бы они были вот такие вот две незамесимых величины, которые друг другу противостоят, но они не хорошие, не плохие, а вот эта вот хуйня, которая на следующем выпуске уже случилась, это такой бред, просто ужасно. Я не знаю, зачем делать кого-то хорошими. Вот, допустим, Щит, вот, в роли таких нейтральных парней, Строман с Зиглером Макентайром. Ну, охренительно ведь. Просто и Рейнс такой, типа, немножечко там хиловатый, и Строман немножечко хиловатый. И они оба хотят победить, там, это титул, чтобы у одного из них был противостояние, так сказать, мужиков, которые до этого уже, между прочим, друг с другом не единожды дрались. И в таком формате это было бы гораздо интереснее, чем вот делать то, что они сейчас делают, просто чтобы выставить Щит такими супергероями. Это уже не работает, и я их уже, блядь, ненавижу. Заебали. Ну, да, это было бы намного интереснее, если, как ты сказал, они были бы такими нейтральными обе стороны. Ну, или на худой конец можно было бы все-таки Щит, наверное, хилтернуть. Это хоть, ну, что-то, можно сказать, новое, потому что Щит хилами уже давно у нас не были. И посмотреть такую группировку, как Строман, Зиглер и Макентайр в роли фейсов, тоже, мне кажется, было бы интересно. Ну, да, но... Ну, да, но, знаешь, вот, в принципе, что происходит с Макентайром и Зиглером, отдельно, вот, если их рассматривать от Стромана, мне нравится, им, наконец-то, дали командные титулы, это нормальная тема, да? Ну, вот, зачем вот это вот все? Это вообще какой-то, я не понимаю, что это происходит. Если... Ну, вот, все хотели, чтобы Строман, если уж он использовал чемодан, чтобы он был фейсом, чтобы он выиграл на крутой ноте, чтобы все были рады. Рейнса, никому никто ему не рад, но зачем вы пытаетесь выставить, чтобы кто-то рад, что он чемпион? Ну, это ведь бредятина. Все и так все, на самом деле, понимают, как это все устроено, и что Рейнса всем вообще поебать. Всем не поебать только на щит. И если он все время будет в щите в качестве чемпиона, это, ну, это очень странно и непонятно. Тем более, что Строман, по какой-то непонятной причине, стал хилом только после того, как использовал кейс. То есть, ладно бы они его хилтернели после того, как он его выиграл, но использовать кейс, а потом становиться хилом, при том, что он мог... Вот нелогические несостыковки сразу же, очень большие. Ну, понятно, рестлинг – это одна большая условность, там очень много несостыковок, но вот тот вот бред, что вообще Строман использовал чемодан, при том, что он знал, что... Ну, может, не знал, но тем не менее, если их поставили, вот такой вот матч 3 на 3, но тот вот, как раз-таки вот, на тот выпуск. И можно было просто взять, оставить чемодан и закешить на Рейнсе в тот же вечер, когда они разнесли это с Макентайром и Зиглером весь щит. Ну, можно ведь было вообще на Изи? Ну, обычно у меня такие условности в рестлинге, они какой-то вопрос у меня не вызывают, но это вообще, я не знаю, какая-то хуйня. Да, вот именно смотрится вообще теперь нелогично, что Строман у нас получается чисто, ну, не то, что чисто, честно использовал кейс, то есть по-фейсовски, и в этот же вечер он хил тёрнулся, и всё, считай, он кейс как бы уже использовал, уже это никак назад не вернёшь. Хотя можно было его попридержать, и, как ты уже сказал позже, закешить как хил. Уже когда там Рейнс в отключке, например, или когда у него какой-то тяжёлый матч идёт, прям во время матча. Ну, ты понял. Ну, вообще, хуя бесенна какая-то, творится бред. Я не понимаю логики всего, что происходит. При том, что, допустим, меня вообще, в принципе, вот эта ситуация, она мне, считаю, я считаю её очень тупой. Просто от самых корней. Потому что, кто ещё претендент на титул, кроме Строумана? Он вообще мог этот чемодан не использовать. Вот в тот вечер, когда Строуман вышел на Рейнс, на Том Ро, на первом, после Саммерслэма, он ведь, Рейнс, бросал открытый вызов на матч на Ро. И, типа, Строуман такой говорит, я не буду кешить сегодня. Я думаю, что? Чего ты тебе не говорят кешить сегодня? Рейнс вообще бросал открытый вызов кому угодно. А вышел Строуман с чемоданом, и говорит, я сегодня кешить не буду, потому что твои братья по счету помогут, бла-бла-бла. Закеши на Хэллд Сэл. Я не понимаю, зачем ему кешить, если бы он этот матч в любом бы случае получил, потому что с Рейнсом затянул драться больше никому. Ну что это? Да, там можно только, по сути, если Баллара как-то приплести ещё, он там как-то чуть-чуть участвует, вроде груши, можно так сказать. Но он уже получил пизды от Рейнса. Чего его? Да. Ну да, хуйня какая-то творится. Мне не нравится. Вообще говно. Ну да, давай тогда уже с щитом так покончим. Сразу обсудим то, что было в конце шоу. То есть, когда... Даже не в конце шоу, сначала можно так пойти хронологически, когда щит у нас, получается, арестовали после того, как разняли драку вот этих двух троиц. Вот. И потом они, получается, в конце шоу вернулись. Так неожиданно, грубо говоря. И причем меня, знаешь, что выбесило? То, что вот нам не показали, не сказали, как они освободились вообще. Как они втроем освободились от наручников. Вот это вот самое интересное. Их, получается, в наручники-то заковали, посадили в машину, а потом они уже проезжают без них. А тебя не возмутило то, что там мочили щит люди, которые со Строманом недели или две назад фьюдили? Ну да, тоже вот такое есть. Махал, блядь, Ованс, все щит пиздит с Строманом, вообще пиздит. Да, весь ростер хилов, получается, вышел. Обычно же такое бывает, что если хилы и ростер выходят, то и фейсы выходят как бы помогать другим. Но хрен там, никто бы другий не вышел, просто хилы отпиздили щиты, и все. Нет, сегмент был ужасный, мне вообще не понравилось, было неинтересно смотреть, мне понравилось, как Ролин сцелит, и все. Ну да. Было бы намного пиздже, если бы Строман, Макентайр и Зигдер сами уничтожили щит, пусть какими-то стульями, столами, вообще пофиг, но главное, чтобы они это сделали сами. Они уже уничтожали, как? Ну и еще раз можно было, это как-то интригу бы что-ли больше еще матч и интерес принесло. Я думаю, он же так было сделать. Ну вообще понятно, то что Олд Вей типа победят, ведь щит победит. Ну все равно это было бы как-то интереснее смотреть на сам матч потом, чем какие-то вообще левые люди вышли, побили, щит ушли. Ладно, давай тогда пойдем дальше. про Оуэнсу ты будешь говорить. Про Оуэнсу да, еще дальше поговорим. Пиздец тоже. Другое. Тоже поебуне. Другое. Там ничего хорошего, да, нет. Сейчас просто обсирать можно. Ну смотри, у нас был такой матч, Чет Гейбл и Бобби Рут против Вознесения. Вот как тебе вообще то, что Рут и Гейбл стали командой? Хорошо это или плохо? Хуйня какая-то. Они вообще не смотрятся как команда, я не понимаю. Руслан говорил, что нужно просто Гейбл объединить назад с Джорданом. Ну и все. Либо по одиночке уже пробуйте еще пропихнуть Гейбла, либо назад с Джорданом. Больше нет никаких вообще вариантов. Ну что это за хрень вообще? Зачем? Ну да, согласен. Они вообще как-то не смотрятся, при том, что Руду уже за 40 лет, Гейбл еще, можно сказать, молодой. Вообще как-то странно это смотрится. И они по сути так-то не пересекались у нас. Я вообще не понял, с чего они стали командой. И вообще этот момент как-то упустил. Ну слушай, просто так они стали. Так же как Макентайр с Зиглером просто так стали. Но мне кажется, это не так важно. Главное, ничего в итоге будет. А здесь понятно, что в итоге не будет ничего хорошего. Ну да, мне кажется, с Руду можно было бы как-то чуть позже в гонку за одиночный титул какой-то послать. Можно за второстепенный, можно даже как-то из Юниверсал, если, например, Рейнс так подольше поддержит титул как проходного соперника в принципе можно было бы поставить. Я вообще не понимаю, у них народ до хренища рестлеров. И вот типа говорят, что нет, ну а как, в Мейн-Ивенте так много рестлеров, нельзя же столько в Мейн-Ивент пропихнуть. А кто у нас в Мейн-Ивенте? Строуман, Рейнс, все? У нас никого нет. Леснер, который ушел. Да, и Леснер, который ушел. Они сделали так, что за Юниверсал титул может сражаться максимум 3-4 человека. Вообще никого нет. И потом приплетают Мейткардеров для того, чтобы они сражались за этот титул. Не то, чтобы просто поднимать рестлеров со дна. У них большинство рестлеров на Ро как дно просто ходит. Они пытаются всеми путями все эфирное время угробить на Рейнса и на его продвижение, на Щит, и вот на все эти непонятные Хилтерны, Фейстерны, на прочую поебню вот эту вот, которая занимает нереальное количество времени. И другое дело, что все остальные сюжеты смотрятся просто никчемными. Незачем больше неинтересно наблюдать, кроме основной сюжетной ветки за главный титул. Из-за того, что времени просто нет и нет нормального продвижения другим звездам. Так, еще и за этот главный титул дерется два человека. Два человека дерется. Охуенно. Ну да. Да. Даже помнишь, когда Лесснер у нас титул держал, получается, сколько? Полтора года, даже больше. По сути, он дрался только против Рейнса и Строумана и многосторонники. Все, больше никто, по-моему, даже и не был претендентом. Джо? А, ну Джо, да, еще чуть-чуть и все. Еще кто-то был, слушай. Два, по-моему, матча было. Кто-то же еще был, нет? Ну, вначале Голдберг, вроде бы, у него он выиграл и все. Ну, да, да. Даже раньше-то не было. Ну, естественно, так было. А так, в основном многосторонники Леснер и Строуман. Все, три человека как раз вокруг титула были. Ну, да. А теперь Джо нет. Все. Джо нет, Леснер ушел и остался только соответственно Строуман. И вот они фьюдят последние выжившие, так сказать. Да, даже не знаю, кто дальше будет тогда претендовать на титул. Может, Баллах какой-нибудь. Ой, сомневаюсь. Или Ованс. У них что-то в жопе кольнуло. То ли Винс, то ли кто-то, что теперь одни тяжеловики. Тяжелые ребята в Мейнерово. Только тяжелые ребята. Больше никого нет. На всех последних чемпионов посмотри. Всех универсал чемпионов, кроме Баллара, все тяжелые. Ну, да. В принципе. Но кто у нас есть тяжелый, кроме Рейнса и Строумана? Макентайр, в принципе, Рейнсу еще подходит по росту, по размерам. Побольше даже, я тебе скажу, там, на сантиметры 10. Повыше, да. А так я даже не помню, кто еще большой такой у нас есть. Да, они не рискнут. Они не рискнут Макентайра продвигательным. Ну, да. Но больше это и нет никого. Ну, Макентайра... Блин, да. Вообще, вот, чисто теоретически, да хренище рестеров. Сколько рестлеров на Роу хренись. Они их всех... Вот. Можно было Оуэнсом в Мейн-Ивент как-то пропихнуть, если уж на то пошло. Ну, об этом, наверное, попозже, да? Вот это, но они опять какую-то хуйню сделали. Да, еще тот же Баллар тоже вполне заслуживает. Зейн, когда еще у него травмы не было. В принципе, много рестлеров, а вот использовать их никак нормально не могут. Это уже такая проблема, не знаю, последних пяти лет точно. Ну, ты знаешь, вот на Смейке, конечно, тоже параша, но такого нет. Стайл с разными рестлерами дерется. Постоянно разные оппоненты, более или менее. Ему он Джо перевели. Классный фьюд. Нормально. Никаких претензий. А здесь вроде бы потенциально неплохой фьюд, пускай и повторяющийся Строман Рейнс. Ну, интересно посмотреть в клетке, как бы это все развивалось, но они сделали ебанский сюжет. Теперь единственное, что интересно, кто в итоге победит. И все. Потому что есть шансы как-то у обоих. Как бы Рейнс еще поддержал мало титул, но с другой стороны опять сливать чемодан тоже такое себе решение. И опять Стромана сливать. Мне кажется, ему уже тоже пора титул выиграть вполне. Да я думаю, выиграет, наверное. Должно. Вот это же к нему склоняюсь пока, но сомнения все-таки есть, что может какая-нибудь хрень произойти, типа там что-то нечестное и Рейнс как-то отстоит, все равно. Я думаю, знаешь что, ну вот вообще такой вариант есть. Я не знаю, может будет все. Он же отдал чемодан Корбину, да? А типа, а Строман злой и Корбин там констебль, там все дела и Строман вроде как вот когда с Хиллом присоединился, если все хиллы помогают, он может как-то и с руководством какие-то отношения завести. А вдруг он хоба проиграет Рейнсу, там допустим щит поможет. Выйдет Корбин, скажет, а нихуя щит вмешался все чемодану Стромана. Приходит, лупашут, они вчетвером весь щит, там Корбин, Макентайр, Зиглер и Строман. И Корбин отдает чемодан назад Строману. Ну, хрен знает. Это чуть-чуть странно, потому что Строман как-то Корбина тоже недолюбливает, если честно. Вот в сегментах за кулисами всегда он на него как-то так пренебрежительно смотрел. Ну, он уже хилл, уже похуй. Уже все это забыли, да, это все уже другая история совсем. Посмотрим, вариант тоже такой интересный, не знаю, посмотрим. Ладно, давай тогда пойдем дальше. Еще раз вернемся к счету и другой тройке, так сказать, группировки Стромана. Сиглер и Макентайр у нас стали командными чемпионами, победив, наконец-то битим. И вот, мне кажется, по-любому какая-то из этих троиц будет со всеми тремя чемпионствами. Как думаешь, какая? Ну, скорее всего, Строман, Макентайр и Сиглер. Ну вот, да, а потом, наверное, все-таки щит выиграет на каком-то ППВ все титулы сразу. Да, думаешь, это что, такой матч будут делать, что ли? Это же привет 90-е. Не, 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 не. Не будут 3 на 3. Именно еще раз одиночный матч Стромана, Рейнса и Зиглера, ой, да, Зиглера и Макентайра против Ролинса и Эмброза тоже командный поставят. Мне кажется, мог вот так сделать. Не, знаешь, что кажется? Скорее всего, такое будет на расшумании. Ну, мне так кажется, что если щит они вернули, вот позиционируют рейтинги, рейтинги, то это на каком-то большом шоу должно случиться. Ну, то есть вот Survivor Series, Rumble или Мания, ну, вот что-то из этого. Явно по ПВ большой четверки. До Мании, мне кажется, как-то слишком далеко. А почему? На самом деле не так уж и далеко, если так посмотреть. Ну, полгода еще. Ну, да, ну и что? Они продержат их столько, мне кажется, вполне. У них не получилось удачного возвращения щита, когда Рейнси свинкой заболел. Вот они и будут эксплуатировать до самого конца. Ну, хрен знает. Мне бы все-таки хотелось, чтобы Пембрус Королевскую Битву взял. Да. Что-то другое он что-нибудь возьмет, но не Королевскую Битву, конечно. Ладно, тогда давай пойдем дальше, наконец-то уже уйдем от щита. У нас есть такой персонаж, как Дрейк Маверик, который же Rockstar Spad, который менеджер 205 Live, и теперь он стал еще и менеджером автора в Бобе. И вот вопрос, нахуя вообще это надо? Я не шарю вообще. Вот я посмотрел, да, я видел их. Ну, может прикольно будет, а можно и нет. Не знаю. Пока надо, надо пока смотреть. Не знаю, что сказать. это как-то вообще было из ниоткуда. Мне кажется, лучше бы тогда Пола Эйдеринга вернули, что ли. Они хоть как-то смотрелись нормально. А он, считай, сейчас напялил эту тоже броню. Вообще, как-то не смотрится такой мелкий среди таких здоровых. Как Энгл, в броне? Ну, Энгл еще ладно, он хоть такой большой, а этот мелкий, блин, Rockstar Spad. Ну, может они что-то смешное придумают, может у Гарича будет. Ну, я в этом сомневаюсь, конечно, но посмотрим. смотря на авторов, более не хотелось бы у Гарича, хотелось бы наоборот все-таки что-то серьезное, более-менее. Ну, они сколько? Да, они, блядь, уже 4 или 5 выпусков до этого дрались с Titus Worldwide, да? Ну, пиздец, ну, лучше уж так, ну, хоть может что-нибудь новое будет, а то я не знаю, они, видимо, просто тупо не знают, что с ними делать. Если Rockstar Spad как-то в роли менеджера поможет им продвинуться хотя бы матчи за командные титулы, то я буду этому рад. А то, пиздец, застой. Вообще, застой как в совке. Я ебал, что с хуйней происходит. Ну да, тут согласен, в принципе. И как раз можно сделать, вот кто бы не ушел командными титулами щит или все-таки Макентайр и Зиглер, можно сделать так, что следующими претендентами именно авторы Боли станут и заберут титулы. Да, надо бы неплохо. Надо так делать. У них Rock-командные титулы, есть возможность поднять, их теперь долго не отмоешь после битин. Это вообще пиздец. Так, пиздец, полный. Еще и, блин, такую музыку хорошую поменяли на какое-то говно. Надо уволить их, они заебали меня, блядь, на Кентавр, ой, макю, господи, Бодалас и Акси, меня просто заебали уже. Да, пусть обратно Мисту Рашидут, Ну, кстати, Мисту Рашидут, Вот Мисту Рашидут, блин, мне это всегда нравилось. Ну, не нравилось, но типа, вот как-то занять, ничего. Ну да, это смотрелось как-то интереснее все-таки, чем когда они стали чемпионами. Да, да. Получше было. Но вот все-таки, возвращаясь к авторам Боли, мне кажется, лучше было вернуть пола Эйлеринга. Мне так кажется. Ну, не знаю, как бы, ну, мне тоже Эйлеринг нравился, но, Руслан ведь говорил, я помню, мне кажется, достаточно достоверной теории, что ездить много он не может, потому что он старенький, а Айнекс Типа, как правило, в домашней арене всегда проводил их. Да и вообще, мне кажется, его сейчас ограничивают в каких-то таких появлениях. Он сейчас другую роль немножечко я занял, в которой ему будет комфортнее. Тем более, что он просто, ну, такой, он, конечно, круто смотрелся с авторами Боли, но, это чисто такое декоративное было. Он ведь немного говорил, он просто с ними ходил и их поддерживал. Кожанки такой брутальный мужик, старенький немножечко. А спад, он может быть, какие-то интересные ситуации будет создавать, я не знаю. Я помню, как ты, как ты говорил про Эйлеринга, типа, на этого мужика смотришь и такое ощущение, что он сейчас разъебет все, что есть. Да, да, он может убить вообще нахуй. Так-то да, такой суровый был мужик. Я удивился, как он автора в Боли просто не ушатал. Он мог. На изи. В принципе, да. Давайте, пойдем дальше. И как тебе сегмент гробовщика и Майклза, и вообще, то, что у них, возможно, все-таки состоится еще один матч между ними именно. Были такие новости, и, в принципе, сегмент к этому, можно сказать, так ведет чуть-чуть. Я пока даже не знаю, как к этому относиться, надо подумать. Ну, в принципе, можно посмотреть, но дело в том, что это, скорее всего, будет на каком-нибудь арабском шоу, или, может быть, вот на таком вот шоу, типа того, что будет у нас супер-шоу-даун в Австралии. Это такое себе. Я бы, конечно, хотел увидеть на каком-то большом пей-пер-вью, но с другой стороны, блин, опять они в очередной раз нарушают собственные вот эти вот. Ну, вот Майклс. Многие завершают карьеру в ВВЕ и продолжают какого-то хрена драться. Майклс не дерется, ну, красава, ну и не дерись, ну, правильно, ты к тому же уже старый достаточно, как и гробовщик уже старый, не просто, блин, сядьте спокойно, ну, и все, не надо ничего. И вот этот вот матч 3 пока, и гробовщика, и не знаю, кроме бабла, никаких эмоций там, не вызовет вряд ли какие-то сильные эмоции у фанатов. Вот зачем он нужен? Ну, все уже отсмотрели, что только могло быть, и на 28-м Ани была самая правильная и логическая точка, тем более, что это был конец сэры. Вообще, посмотреть можно, обсирать это, понятное дело, кто-то сильно не будет, если там действительно будет хоть какой-то меняемый рестлинг, да и посмотреть на Майклса в деле интересно. Ну, а если уж он закончил карьеру, я считаю, что лучше уж он бы и не продолжал бы. Ну, да, я с тобой согласен, даже как-то и добавить нечего. Я именно так же и думаю. Все-таки, если ты уже завершил карьеру окончательно, то возобновлять ее уже не стоит. Конечно, можно было появиться в роли судьи того же в матче Гребовщика и Требака, но полноценный матч еще раз проводить против Гребовщика, не знаю, как-то спорно. Ладно, тогда посмотрим, в принципе, что будет. Пойдем дальше. Но в обоих фьюдах была эта логическая точка на 28-й мании и на 26-й мании. Чего там еще можно сказать? Просто денег заработать на вот этих вот сраных шоу в разных странах. Но фанатам, я сомневаюсь, что это особо нужно. Может быть, это нужным зрителям на арене, если только им, которые с рестлингом знакомы, видимо, ну, так, чисто потому, что было раньше. Либо фанатам Майклза и Гребовщика персональному. В принципе, им, я думаю, тоже всегда хорошо, когда еще раз матч проводит их любимый рестлер. Да что, я люблю и Майклза, и Гребовщика. Ну, не то, чтобы я самый главный фан в мире, но, блин, не знаю, зачем. Ну, я вот именно про тех, у кого это любимые рестлеры. Наверняка, они хотят еще раз посмотреть. Давай у Туцки расспросим. Хочет он? Я думаю, мало вероятно. Я думаю, не знаю, в принципе, насчет Майклза, я думаю, он не против. Ну, ты видел Майклза, он же разваливается. Ну, да, вот, кстати, смотря на Ро их сегмент, именно Гребовщик выглядел моложе, а не Майклза. Ну, да. Да нет, я не знаю, вообще способен Майклз на что-то на ринге, не способен. Ну, на Суперкик способен. Если это будет матч на 10 минут максимум, может быть, это будет неплохо. Если это будет что-то длиннее, то, не знаю, зачем. Ну, да, длиннее они уже и не вытянут на хороший уровень. Это будет такая тягомотина, где по 10 минут валяются, они отдыхают. Так что, тут главное, да, не переборщить с временем. Ну, теперь давай то, что ты хотел, обсудим именно Оуэнса. Я вот считаю, что тут полный слив, слили потенциально интересный сюжет, когда он у нас на прошлом, ну, на предыдущем, ро, который был перед этим, ушел, и на следующем, на следующем же уже вернулся, и теперь у нас никому не нужный фьюд слэшли будет. Да это вообще параша, я-то так бомбил от этого, так бомбил, просто у меня жопа взрывалась. Мне не понравилось изначально, что он ушел. Мы с Русланом обсуждали, я думал, что это будет что-то, нет, Руслан думал, что это будет что-то нормальное, а я изначально относился скептически, но то, что он вернулся уже на следующем роли, это вообще, никак не обыграли ничего, что, соответственно, он вот был перемещен в раздел выпускников, и все в таком духе, и мерч его появился на каком-то сайте ничего. Мало того, что Оуэнса и так пересливали, его, походу, сейчас сольют еще и Лэшли. Ну, можно было ждать перепаковки персонажа, можно было ждать, что хоть что-то хорошее случится, но Оуэнс как был клоуном, так вот клоуном и останется, походу, и все, и уже ничего не спасет, ничего нет, не изменишь. Проебали просто очередной раз рестора. Я просто прекрасно помнил, когда, вот, помнишь, была вот эта вот хрень, ТН-шная пародия Харди и Вайет, да, когда он скинул Харди его в озеро. Все говорили, о, сейчас Вайет перепакуют, вот заебись будет, вот интересный станет Вайет. Да нихуя, блядь, вернулся там через неделю, через две, и та же самая параша, и в команду их объединили. Какая, блядь, перепаковка? Этот вообще через неделю пришел, ну, что это такое? Я б ебал, блядь. Наверное, сценарист какой-нибудь, знаешь, написал ТУБИКОНТИНИТ, типа, вот, это, случится вот эта вот хуйня, что, а потом перепакуем, а потом такой, блядь, пацаны, что с ним делать-то? Такие, нахуй его знает, давай то же самое, типа, вернется сразу же, ну, давайте. Непонятно, как мы его, чего, какого персонажа ему сделаем. Да. Ну, вот команда Вайта и Мэттехарди все-таки в первые несколько недель еще вызывала какой-то интерес, но потом уже, да, такое себе было. Говоря вот про Ованса, это, конечно, полный слив. Можно было сделать такой интересный сюжет. Я вообще надеялся, что он сейчас пропадет, и на Хэллэна Сэлл вмешается в матч Рэйнса и Стромана как-то повлиять на результат и может вольется в гонку за титул. Нахрен там, теперь у нас фьюд с Лэшли, который нахер никому не нужен. И Лэшли и фьюд, если что. Ах, короче, пиздец полный и можно идти дальше к смэку тогда. Или, может, ты еще хочешь что-то с Роей обсудить, если я запомню что-то такое? Да, больше ничего не было в этом. Да-да, давай на смэк и первый вопрос опять с матов. Какого хуя Брэйбелла выступает и на Роя на смэкдауне и на смэкдауне одновременно? Она медийная, крутая пизда, ты понимаешь, не, если у нас сестра была, и все. Самые популярные люди в мире. Не, если серьезно, сценаристы реально думают, что люди такие дауны, не замечают, что у нас как бы разделение ростера, нельзя одним рестлером появляться и на Роя на смэкдауне сразу. У нас же даже была, была такая хрень, что Ортон появлялся, потом его выгоняла охрана, а Брэйбелла ей пофигу, она появляется и на Ро, и на смэкдауне. Не, ну погоди, но есть этот, Сина, он тоже на двоих брендах сразу появляется. Да, Сина, блин, вообще раз в год появляется, ему вообще пофигу. И тем более, он как свободный агент, а все-таки, я так понял, сначала имелось в виду, что близняшки Беллы все-таки будут у нас как бы на Ро, типа, потому что они с Рондой Раузи сейчас там общаются, ходят, но как бы у нас фьюд идет и Брайна против Миза, поэтому и там Брэйбелла нужна. Могли бы тогда Ники оставить, например, на Ро, а Брэйна с Мэйки, почему нет, нафига надо их тогда на один бренд пихать? Да, да похуй его вообще на них. Ну и вот, кстати, можно так плавно перейти, и как ты думаешь, лучше было оставлять одиночный фьюд Миза и Брайна, или же именно Привляйш Бри и Мэрис еще? Одиночный фьюд нам закончится, все-таки за number one contendership у нас матч будет на чемпионство да вы, да вы, так что надо одиночный. Ну да, но у нас и смешанный матч уже, я не помню, назначен нет, но он точно будет уже, это по-любому. На SummerSlam где? А, блин, какой SummerSlam? Да какой? На SummerSlam. Я переп... Ну, я вот не помню, назначен матч, по-моему, за претендентство на этом SuperShowDown, наверное, значит на HellNestL на смешанный будет, я думаю. Да, и похуй вообще, да, вообще насрать. Фуид не будет, вообще похуй, эти смешанные матчи, так насрать на них. Вот, как бы опять слили, можно сказать, фьюд, не то чтобы вообще в говно, но просто сделали хуже, потому что, когда только он начинался, у меня уже были такие подозрения, что это все превратится в смешанный такой семейный фьюд, и так у нас и получилось. Не знаю, Руслан вроде не против. Мы вот с Костей Набивом обсуждали, ему тоже это не понравилось. Джеки, честно, не помню, что он сказал. Ну, слушай, одиночные матчи, да, были, хорошо хоть были, а заканчивать пускай как хотят, может они рейтинги хотят подбить, не знаю, все-таки, ну, Марис там у них с Минзом отдельное шоу, там мелькают на нетворке, там, Мисс и Марис, там, как-то так называется вроде, и Брибеллу тоже популярная баба, ну, а что им рейтинги поднять? Да, у них там Total Bellas, Total Dios, это все говно. Да, пускай делают, но вообще похуй дай, честно. вот, для меня бы идеально было, если бы сейчас, получается, у нас на Самарслан матч прошел, сейчас бы как-то этот фьюд так приглушили, потом, где-то на Роял Рамбл Мисс бы помешал Брайну в Королевской битве, и у них бы все это вылилось в матч на Расселлмании, вот, мне кажется, так бы было более интересно, можно было что-то придумать получше. Да что, до Расселлмании их фьюд смотреть? Не, я и говорю, пока его приглушить, так, чтобы они там не особо пересекались, а потом... Да они всю жизнь фьюдят, заебали уже, всю жизнь, всю жизнь свою фьюдят, пускай уже заканчивают, надо Брайну кого-то поинтереснее на Расселлмании делать. Ну, походу, это будет у нас как Оансен и Зейн тоже вечно фьюдят, и тут тоже так же, наверное, будет. Только тут они друзьями вряд ли будут мисс Ибрайан. Да, знаешь ли, всякую хуйню можно сделать. Ну, давай тогда пойдем к следующему пункту, и как тебе то, что ставил слетел с катушек у нас во фьюдис Джо? Прикольно. Ну, конкретнее. Ну, че, пизде толстого, нормально. Ну, это хорошо, когда персонажи... Брюд нравится? Да. Единственное, что мне нравится сейчас нынешним Довы-Довы, наверное. Никаких претензий нет вообще. Да, вот, по крайней мере, на смокдауне это точно самое интересное. Прям фьюд такой хороший, эмоциональный получается, с привлечением семьи, и тут прям семья в тему, в принципе. Давно такого не было, кстати, это тоже тема двухтысячных, начало двухтысячных, любили такую хуйню сделать, а здесь это, ну, нормально смотрится. И вот, мне кажется, сейчас у нас Стайлз такой, как бы, ну, слетевший с катушек, так сказать, мне кажется, из-за этого он может проиграть свой титул на Hellen'o Cell, как-то тоже он что-то переборщит, где-то не так что-то сделает, из-за своей ошибки проиграет. Я думаю, что может и не на Hellen'o Cell, может Survivor Series, и это было бы, это все-таки по большой четверке, было бы логичнее передать там, но, думаю, на Hellen'o Cell, скорее всего, Стайлз должен остаться чемпионом. Ну, посмотрим. И, кстати, у нас этот матч, по-моему, насколько я помню, не в клетке, а просто так. Наверное, матчей в клетке больше не будет. Ну, и на смакдауне, значит, главный матч в клетке это Ортон против Харди. Да. И, кстати, вообще, как тебе то, что именно этот матч получил в клетку? Хуйня, ебаная. Почему? Ну, по фьюду это может и вытекает, но смотреть на Ортона и Харди в 2018 году в клетке, типа, блин, они мидкардеры, какого хуя? Вообще, мидкардеры, вот реально, и по способностям на ринге уже оба мидкардеры, и по интересу к их персонажам мидкардеры, и, ну, мидкардеры, блин, ну, чего их ставить в клетку? Если бы там действительно было много матчей в клетке, я бы не против был, но есть Бекки Линч, Шарлотта, есть, там, Джо и Стайлз. Эти матчи явно больше клетку заслуживают, чем Харди и Ортон. Тем более, что, блин, матчи последние, Харди, да и Ортон, тоже, они по 5, от 5 до 10 минут шли, все, это явно мидкард, но внезапно этот матч получает клетку, ну, я не знаю, что это за позиционирование такое. Ну, да, если так в целом по смакдауну брать, то есть матчи более заслуживающие клетку, но, именно для этого матча, мне кажется, это плюс, потому что, просто так, одиночный матч, без всяких условий, это вообще, мне кажется, никому не интересно. А в Хэлл НСЛ можно какой-то устроить что-то типа экстрима, и Харди может себя показать и Ортон что-нибудь там сделать. В принципе, это все равно как-то более лучше, если бы не было клетки. Да и сейчас эти старперы себе все переломают, блядь, и вот, пойдут на полгода. Ну, вполне возможно. Ну, я не знаю, просто, ну, это ведь мидкардеры, Дань, ну, скажи, блядь, ну, мидкардеры, но помнишь у нас Рейнс против Руссева за титул в США тоже было клетки. Рейнс против Руссева, знаешь ли это. Ну, тогда это был, тогда это был мидкард Ро в то время. Ну, ты че, какой мидкард? Если Рейнс держит титул, это не может быть мидкард, это Рейнс, он, если держит титул, это все, это мейн-ивент. Тем более, что, по-моему, в те времена какой-то чемпион был, который ни хрена титул не отстаивал, не? Кто там был чемпионом, когда он был чемпионом? Я не помню, какой это год был? Я вообще не спалю. 16 или 15? 16, наверное. Если 16, тогда это был Оуэнс. А, там был, по-моему, Майс с Роллинсом у него в клетке. Да, да, да. Ну, в принципе, отстаивал. Ну, на равных там эти титулы были, если учесть, что Рейнс был чемпионом США. Ну, смотри, должны быть мейнвентеры в клетке, мейнвентеры с обоих брендов. Я считаю, вот, моё мнение, логично, что должны быть, соответственно, Строман Рейнс, должны быть Джо и Стайлз. Вообще, я бы, ну, и самый нормальный вариант, что 4 матча в клетке. Все, все 4 напрашиваю. Важенских, два мужских. Да. Но, Руслан говорит, что не, это тогда приедаться, будет Hell in a Cell. Ну, какой приедаться? У вас ППВ называется Hell in a Cell. Так делайте Hell in a Cell матчи, сколько можно. Если все эти матчи подходят под фьюд, то что значит приедаться будет? И женский матч, чтобы женский рестинг в стороне не оставлять. Hell in a Cell показали классный. И Джо Стайлз, там у них такая вражда охренительная. Харди Ортон само собой напрашивается и за фьюда, пускай дают, как бы, ну, если уж это решились на то, чтобы к этому вести. Ну, и с Троуман Рейнс тут и так все понятно. У них и так миллион матчей было по Hell in a Cell интересно. Смотри, все четыре матча подходят по всем критериям. Если они возьмут проебут и больше ни одного матча не сделают, это будет странно. И равновесие кое-какое есть. Потому что так вот многие говорили, что не стоит делать еще один Hell in a Cell, если там Бекки и Шарлоту сделать Hell in a Cell или Джо и Стайлза сделать Hell in a Cell, тогда получается у Смека перевес. Так делайте еще два матча и все будет как надо. Ну, мне кажется, идеальным было бы поставить как раз четыре матча. Два женских, два мужских и все. А Ортону и Харди не давать Hell in a Cell. А подожди, это перевес ведь будет, да? Слушай, тогда будет три матча на Смеке и один на Ро, да? Если так. Если Стайлз... Ну, смотри, Стайлз Джо, Бекки Шарлотта и Харди Ортон это три матча. На Ро это Рейнса Строма, но можно так поставить еще в принципе Ронду Раузи против Алекса тоже можно Hell in a Cell хоть это будет говном скорее всего. Ну, ты че? Ну, это Даня уже перебор. Больше четырех не надо. Ну, из-за... Ну, я говорю, можно Харди Ортона если бы убрать, тогда было бы хорошо два мужских и два женских для баланса, так сказать. Ну, уже никто ничего убирать не будет. Че имеем, то имеем. Ну, уже да, конечно. Уже я не знаю, как там они будут выкручиваться. Мне кажется, женский Hell in a Cell Бекки против Шарлотты в принципе и для Фьюда и для матча было бы неплохо. Не знаю. Ладно, тогда давай пойдем дальше. У нас Руси в Дэй прошли квалификацию победив Сенити и Усо и на следующем смакдауне они встретятся с Баром и кто победит будет драться против Нового дня на Hell in a Cell. И вот как думаешь есть ли шансы Руси в Инглише стать чемпионом? Там же уже назначили вроде Руслан что-то говорил матч на следующий шоу. Тогда уже понятно кто победит. Там назначили на Супер Шоу Даун новый день против Сезаря Шеймуса за командные титулы. Но в принципе смотри у нас же такое по-моему бывало когда чемпионы менялись то и матч менялся. То есть если Руси в Инглише станут то они будут против Бара. Никаких шансов думаю нету у Руси в Инглише. Ну а так в принципе ты рад был за них когда они победили на смэке. Руси в Инглише? Не знаю вообще похуй да. Не знаю но мне нравится вот эта тема Русева и вообще когда Русева продвигают дают ему победы как-то за него я всегда рад. Да похуй да вообще поебать. Ну ладно тогда давай последнее что у нас по смокдауну это мейн-эвент и сразу же вопрос какого хера Артруф Мэйни Смэка в свои 80 лет ну по приколу чего бывает а забавно нет ну в принципе забавно было но вытащили его на разу пускай походит побегает попрыгает видит ну не в мейн-эвент смайка ставить с кем он дрался забыл с Мизой ну забавно было ну если честно такой себе а ну еще вот у меня такой пункт есть небольшой получается у нас идет как бы фьюд Брайна и Брит против Миза и Мэрис но какого-то хера сливают Алмаса и Зеленую Вегу под Брайна и Брит ну а кого еще больше нету никаких пар жаль женщина-мужчина ну так-то да блин но все-таки обидно за Алмаса потому что когда он перешел из NXT я надеялся на больше все-таки что ему дадут какой-то пуш потому что если в том хороший да погоди еще может будет ну может и будет а может будет как с Бризом что тоже сольют в никуда и все и все и все по него забудут да нет он нравится всем ничего нормально да Бриз так-то тоже нравился многим нет я имею ввиду про букеров руководства Винса там вот остальных все говорят что хорошие латиноамериканские рестлер хотят из него сделать Дель Грио ну посмотрим ладно тогда у меня порой смеку уже все но может ты по смеку что-то еще там зацепил я смеку вообще не помню я помню от чего у меня бомбит народ смеку знаю только главный фьюд больше на остальное не особо внимания обращаю ну тогда давай обсудим еще несколько новостей и у нас анонсирован второй сезон микс матч челлендж что ты думаешь по этому поводу нужен ли он вообще я нормально отношусь мне нравится помню что не очень свое время микс матч челлендж а по-моему интересно вообще кто финал выйдет интересные взаимодействия у ресторов то есть пары ну блин олег сестром это забавно это много забавных сегментов было частотно расслабоне по приколу это нормально посмотреть мне всегда нравилось ну типа нормальная хуйня ну то есть у меня первый микс матч челлендж я все матчи смотрел просто так врубал выпуски маленькие выходит достаточно редко врубаешь и просто отдыхаешь я не хочу вот например смотреть ро или смокдаун полностью а вот это я смотрел и мне было ну вот да когда в прошлом году это анонсировали я тоже сначала отнесся так себе думал какое-то говно будет посмотрел в принципе да так на расслабоне спокойно смотрится можно даже если не интересно так промотать там где-то моменты посмотреть все равно интересно кто победит кто пройдет дальше и вот у нас уже назначены два матча на первый выпуск это Брон Строуман и Олекса Близ против Кевина Оунса и Натальи вот как ты думаешь кто тут должен проходить дальше ну Строуман и Близ естественно и Стайлс с Шарлоттой а ну ты про второй матч знаешь тоже да что Стайлс Шарлотта против Уса и Наоми да ну понял тебя ну в принципе да я с тобой согласен тут очевидно что ну возможно еще Оуэнс и Наталья как-то могут там пройти дальше ну и то хрен знает мне кажется эту парочку Строуман и Близ уже все так полюбили что уже букеры их дальше будут продвигать хотя бы до полуфинала да ну 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 и так в целом у нас уже есть несколько пар анонсированных сейчас я всех зачитаю Мисс и Аска Строуман и Олекса Стайлс и Шарлотта Бэнкс и Лэшли Уса и Наоми Балар и Бэйди Артруп и Кармела Махал Алиша Фокс Руси Фулана Оуэнс и Наталья вот как ты думаешь есть ли у кого-то шансы из этих пар уже победитель в смысле победить вообще во всем Микс Мэкчеллендер ну да в смысле стать победителями во всем этом ну вот это вот это Стайлс Шарлотта либо Строуман и Олекса блин это фавориты самые они в самых первых матчах уже он заявлено они наверное как же может Балар и Бэйди залупа вылетят в середине так же как Балар и Бэнкс ну да сперен всего хотя вот Балар и Бэйди они тоже такие как бы друзья вроде как может им и дадут что-нибудь выиграть вместе хрен знает да пошли они в общем в общем посмотрим кстати странная такая пара у нас это Махал и Алиша Фокс вообще с какого хрена они смуглые оба ну и че ну просто смуглые под цветовой гамме подходят друг другу ну в принципе Бэнкс и Лэшли наверное тоже по этому принципу выбирали ну они Бэнкс и Лэшли темнее черные вообще ну да но все равно не нашлось других но так да я думаю все-таки наверное в этом году выиграют Строман и Алиша потому что Стас и Шарлотта и так у них пуша довольно много они могут наверное до финала дойти я думаю а победить мне кажется должны именно Строман и Алиша в прошлом году же у нас Мисс и Аска победили да? да да ну вот можно в этом году дать Строману Алишу подожди Мисс и Аска разве в прошлом году? да по-моему а кто? они Шарлотта и Рут? не по-моему Мисс Аска победили я вот не помню они потом еще Мисс вроде долго говорил типа я там победитель и он еще как-то Аску представлял там на смайке в прошлом году значит да значит они победили по-моему они победили но пусть будет так ну в целом то есть ты хорошо относишься к тому что второй сезон анонсировали нормально ну и давай тогда последнюю новость обсудим так сегодня мы чуть-чуть иноксти затронем вот у нас примерно через две недели пройдет матч на иноксти чемпион против чемпиона рикошет против Питадана и оба титула будут стоять на кону ооо что ты думаешь поэтому вот эта пизда ты заебись нравится ставлю класс ну а как ты думаешь кто победит хуй его знает наверное рикошет хотя почему слушай ну и дан рикошет то он не это подожди там будет стоять на кону второй чемпион юкей чемпионство то есть да оба титула оба и североамериканский юкей да ну слушай рикошет то он не это не британец ну так то да ну и че ну не тогда дан побеждает он не британец нихуя бля ты видел ну а этот пин дан не североамериканец и че ну полхуй он похож хотя бы а рикошет вообще на британца не похож ну да в принципе если следовать такой логике то возможно и дан победит но мне кажется знаешь как будет что оба останутся при своих титулах как-то это закончится либо в ничью либо может каким-то вмешательством кого-нибудь а мне что-то кажется что если уж такой матч делают то должен должны кто-то выигрывать должны не знаю ну а зачем сейчас там двойной чемпион в нексте там и так по сути титулов не сильно много ну а это потом передадут кому-нибудь еще с роллинсом же тоже был как он синого играл титул он потом было на месте вот именно и здесь сейчас так же сделают главное чтобы был чемпион готового два титула они же не будут просто так матч сделать зачем в чем прикол делать матч который ну подразумевается исход что будет человек с двумя типами пускай будет тогда человек с двумя типами ну хрен знает мне кажется тут ничья вполне возможно оба могут победить на самом деле я никому не склоняюсь я не знаю но чуть-чуть может быть большей вероятности что да ну реально блин но если он британец то он британец рикошет я не знаю вот как-то вот североамериканское чемпионство это размытое размытое чемпионство а у нас там есть дивизион британцев там все дела и это ярко выраженные люди то есть конкретные люди рикошет к этим людям не относится ни коим образом блин ну тогда он должен сливать по логике ну вот если просто такой обычный действие приводить ну да но с другой стороны у нас пиддан уже держит титул довольно-таки давно рикошет по сути выиграл на прошедшем трековере и месяц еще особо даже месяц не прошел еще ну я говорю я не знаю но нормальный матч я посмотрю буквально в принципе ну да я тоже вот жду и там в качестве и в плане рестлинга должно быть все на высшем уровне и в плане интереса тоже интриги все так интересно прям довольно ладно тогда у нас все может ты какие-то новости зацепил которые я тут не указал что ты хочешь обсудить такое да нет вообще срал на это все говно ладно тогда у меня от тебя последний вопрос на кого будет следующий баб обзор я не знаю а если я скажу а он уже выйдет как бы до того как ты выпустишь этот подкаст ну да в принципе можно не говорить думаю потому что подкаст не раньше чем завтра точно выйдет да не вряд ли я сегодня сделаю баб обзор я пока что не делаю видишь у меня был такой всплеск думаю что выйдет на какую-нибудь бабу из какого-нибудь мультика я на мэри джейн хотел сделать обзор я заебался этих месля чтобы заливать они просто доконали а кстати я чуть не забыл еще у меня тут такая традиция введена с недавнего времени про нее правда я на втором выпуске по-моему забыл но ничего в общем должен сейчас посоветовать мне и зрителям любые три матча с любого времени возле дабыл дабыл и за еще охуел дать давай давай предупредил желательно желательно не такие приявшиеся как там например сина панк какой-нибудь майклс против рамонов никакие вот это что прям ты можешь подумать ты можешь подумать если что вырежусь это долго будет ты прям хочешь сказать что вот вве только ну да желательно вве а вот знаешь какой год вот как money in the bank какой год когда кейн закешил чемодан на мистерио вот там был матч свеггер против мистерио за выход титул вот до того как кейн закешил матч короткий и прикольный мельцер поставил что-то в районе 4 короткий динамичный забавный матч хорошо один есть money in the bank 2010 варгеймс ты смотрел матч который был конечно я по-моему даже на стриме тогда был так слушай а да ты по-моему был там еще шутку про Навального я шутил что это митинг Навального разгоняет когда там вот эти сэнити вышли с дубинкой ну слушай и ты и NXT все последние матчи за последние несколько лет смотрел ну да я кейковеры по-моему все смотрел за последние года уж точно Зейн Невил видел да когда Зейн выиграл ну я это видел не в прямом эфире а сам потом пересматривал это видел Сезар Зейн видел вот два из трех удержаний по-моему честно честно не помню может видел но забыл но если что давай вот это посоветовать тоже ну подожди я же должен конкретно ишел тебе говорить ты не найдешь ни хрена какой я матч имел ввиду не поймешь вообще не ну я думаю Сезара и Невил в NXT было мало матчей можно найти пускай а вот панк Сина смотрел перед Russell Manny 29 народ народ да я смотрел это чуть ли не один из первых матчей был наверное который я видел вообще в ВВЕ хуйясь ты жесткий осмотрел Элиминашн Чембер матч где Свейгер выиграл и стал получил тайтл-шот на Russell Manny против Дальрио по-моему подожди не я этот не видел Чембер я много видел но этот не смотрел ну и не смотри говно что-то я смотрю ты Свейгера дюбишь да я сейчас что-нибудь сейчас что-нибудь найду осмотрел панка после возвращения матч Джеррика панк на пейбэк да смотрел где там еще они переодеты были в сапоги и в джинсы это по-моему не то разве нет сапоги и джинсы они были переодеты когда экстрим рульс был после мани а это пейбэк это когда панк вернулся его долго не было он в Чикаго вернулся не помню может и не смотрел мне еще один матч нужно назвать ну вот если это он то это третий получается так подожди не давай нормальный матч это не плохой матч нормальный в принципе но давай лучше давай давай получше подумай я сейчас зайду на сайте кати давай посмотрим а почему именно из ВВЕ давай я тебе посоветую не ВВЕ ну именно ВВЕ потому что у нас как бы подкаст идет о ВВЕ и в основном у нас все-таки зрители смотрят ВВЕ большинство да нахуй надо не смотрите эту хуйню ладно Даня пускай будет этот вот панк Джерика на бейбэк давай какой год 13 без понятия нет по-моему нет так подожди какой так сейчас скажу тебе серия панк дьявол кри дьявол кри кри к при бэк так да 2013 да ну все теперь у нас точно три матча набралось ну тогда подожди можно на этом закончить подожди мне Сезаро еще надо уточнить Сезаро и Сэмю Зейн какой точно вот был лучшим он по-моему на тейковере каком-то был там вот два из трех удержаний насколько я помню это был тейковер райвал ну-ка я сейчас посмотрю нарезку этого матча что это точно сказать перемотаю наконец я концовку помню щас давай давай блять долг грузит хуэто это тут Зейн должен победить не важно это тоже пиздат Иван тейковер NXT arrival это не тейковер это просто NXT arrival Сезаро против Шеймс ой Шеймс Сэмю Зейна Сезаро против Шеймс тоже нормальный матч был последний перед тем как они в команду объединились когда у них там серые матчи этих было ну да в принципе я думаю если кто-то прям захочет то найдет и 2 из 3 постарается да может это и есть 2 из 3 я не понял ну все нормальные сами Зейна и Сезаро можно все смотреть нормальные все в NXT нормальные да ну тогда давай закончим о слушай еще знаешь какой прикольный матч Сезаро был Сезаро Ортон когда триумф был он был вот это вот американцах реальных американцев со Свейгером и с Кольтером по-моему и там был матч на смогу с Мукдуки вот перед Чембером и там Сезаро против Ортона когда Ортон был чемпионом ВВЕ смотрел такое ну честно не помню может смотрел может не сейчас сейчас Сезаро это уже в принципе триумфа да погодите это смотри Даня это смокдаун от 14 февраля 2014 года вот окей окей ладно тогда на этом уже точно закончим уже думаю хватит больше трех матчей уже что-то наверняка выберут если захотят посмотреть а подожди 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 подкаст почти час идет давай еще три минуты что-нибудь попиздим чтобы прям ровно час был ты потом смонтируешь так что чтобы час чтобы час ровно был ты смонтируешь вообще час там будет 1 0 0 0 охуенно да вообще не пофиг будет единственный подкаст который идет ровно час просто представляешь я перфекционист просто я не могу в этом плане если у меня будет подкаст ровно час это вообще же охуительно да да ну да но о чем ты хочешь еще три минуты поговорить я не знаю как дела у тебя вообще да ничего нормально все-таки давай закончим у нас все-таки подкасты резинги они как у тебя дела у меня дела не ну ты видела родница рука в крови какая была до хренакнули об окно да жестко ну да жестко ну давай порассуждаем на эту тему так чтобы вот еще несколько там причем и да нет а мы ведь не сразу начали мы еще 30 секунд ждали пока начнется так что нужно нужно еще там секунд 30 то есть то чтобы час 30 было давай еще кажется все равно все равно у нас ровно час не получится а мне надо чтобы ты мне надо чтобы ты сделал так чтобы ровно час получился какая-то разница ты ведь профессионал ты можешь так сделать я знаю вот давай давай обсудим вот как тебе это интересно смотреть за были и сашей вот вместе вот они торчат сначала мы вообще не интересно я это просто перематываю а дана брук ты знаешь что дана брук она из тайтус вольтвайт ушла но это это я знаю что ушла не она ушла такая обиженная там на канале в ве вышло видео и там было написано что вот лифт тайтус вольтвайт век ну типа да она ливнула и мне кажется тут вообще насрать не насрать-то насрать но надо еще чем-то занять две минуты вот она покинула так тайтус вольтвайт так что получает что-то это с вольтвайт он распадается ну теперь они вдвоем там лазить что-то я не понял я не знаю это не перемотал было это уже на последнем выпуске было то ли не на последнем я вообще хрен знает я это перемотал точно а чё там хауна сауна сколько какие у тебя ожидания но у нас такого прям полного карта еще нет выстроенного но если в целом брать несколько матчей я хочу прям посмотреть это рейнс и строман интересно все-таки как закончится стайл с джо ну быки шарлотта тоже ну наверное ортон харди потому что ты знаешь что я люблю джоффа харди поэтому всегда интересно мне посмотреть а пиздец ты дань земля тебе пухом как говорится ладно неважно вот это будет там ровно час или неровно главное чтобы перемахнула за час вот ну и лучше бы конечно было знаешь либо час ровно либо час 10 секунд либо час 11 секунд понял но это эти конечно же не обещают а ты не помнишь на какой мы начали секунду записывать вот когда пошла запись это нет конечно 15 по моему 15 все дань в принципе мы уже с тобой можем начать прощаться потому что вот уже почти подходит час а пока мы будем прощаться как раз и пока я вот сейчас говорю отметка в 15-20 секунд будет достигнута так сказать ну короче я возможно это вообще все вырежу после нет ты не будешь это вырезать ладно спасибо всем кто послушал этот подкаст с вами был данил ковальчук и илья князев всем пока да да